Здарова, дорогие друзья! С вами Мотобустер и это полный обзор моего мопеда Ирбис ТТ-110. А перед началом видео подпишись на мой канал и поставь на мой видео лайк. А, ну погнали! В этом видосе я расскажу, сколько я за него отдал, сколько вложил в него по деньгам, по времени. Ну что, погнали! Это обычный подростковый мопед для 14. У него 110 кубов. В стоке у него движок с автоматической коробкой передач. Это вариатор. А тут стоит движок от Альфа. 4 скорости, 6,5 лошадиных сил, 110 кубов. Фильтра тут вообще нету, потому что его некуда поставить. И очень маленьких фильтров у меня нету. Я пока ничего не придумал, ну и смысла не вижу. Сначала я хотел влаживать в него деньги, думал, ну, подделать его. Потом понял, что, ну зачем, если можно так просто поугарать. И что я в этом мопеде сделал за 2 дня. И если что, я его вчера купил, ну, днем. Сейчас уже вечереет. Вот такой вот поляне снимаю. Ну, как раз для такого мопеда этот и предназначен. Ну что, я в него вложил. Из вложения я вам сейчас скажу. 10 рублей я в него вложил. Хомуты. Я присомдолил по-колхозному сидушку, потому что она просто как бы стояла и никак не крепилась. И просто она вылетала. И из картона присобачил просто по приколу крыло. Зачем я сделал так? Вы скажете, оно там будет закидывать тебя? Нет, оно вообще почти не закидывало. Потому что маятник, видите, как опущен. Он почти не закидывал. Он закидывал мне только вот сюда. Несколько капелек. Ну, мне как раз чуть-чуть защитить свою, так сказать, пятую точку от пыли, грязи. Я такое, как сказать, решение предпринял. Резина стоит сзади. Янг Синг самая убитая. Впереди стоит, бля, вот забыл я, как называется это. Кенда, да. Кенда, нормальная резина. Что я могу рассказать по этому мопеду? По-настоящему, ну, в реале он едет 2 километра. Максимально 60. Потому что задняя звездочка, как бы большая. Передняя, как на скорость, а задняя наоборот. Ну, там, средняя передать все число получается. Ну, что, заднее колесо 14, наоборот, 12, переднее 14. Из-за этого у него лучше подрыв, чем у пидбайка, у которых 14 колеса. Конечно, он меньше. Что еще сказать? Подвеска у него от мопеда Альфа погибла. Хрен знает зачем, придумали. Давайте расскажу по минусам. Самый сильный минус, ну, для меня, значит, вот на этот момент, это звезды и цепь, это просто пиздец. Звезды нет, цепь полностью растянутая. Спускают оба колеса, ну, оба колеса, ну, как сказать. Передняя спускает за 2 дня, задняя за 1. Я сегодня утром еще подкачал, еще катаюсь. Передняя я сегодня только подкачал. Что еще так по минусам? Фильтра нету. Погрязительно не покатаешься, засрется сразу. Ну, блин, так больше еще не скажешь. Но вид это понятно, вид не берем в, так сказать, в расчет. Бензина он кушает немного. Я вчера на литре, блин, не знаю, сколько катался. Очень много. Ну, там даже меньше литра было в нем. Заднего тормоза нету, есть только передний. Ну, он тормозит хорошо. Да, я большой дядя, мне, как бы, во мне рост 1,94-1,93 метра. Я такая мопедка, мне маловато. Ну, просто взял как игрушку, прикол, как сказать, вот так вот. Чтобы покататься по полям, по всякой хрени. Что еще могу сказать? Задний амортизатор не мой амортизатор, а со скутером вроде Хонда, я хуй знает. Ну, что могу сказать? Его очень сильно пробивает, и он для, ну, как сказать, чтобы по кочкам попрыгать, ну, не сойдет. Давайте, пораверим, сейчас, подождите. Пока еще резин не спустил. Ну, резин, да, сзади, ну, держак небольшой есть. Бывает, и похуже. Чаще можно сказать, глушитель самопал, он должен вообще выводиться сюда. Давайте по движке раме расскажу полностью техничку. Смотрите, как я и сказал ранее, здесь неродной двигатель. От мопеда Альфа-110 кубов. Так стоит от Ирбис Тетер-110. Чем они различаются? Только коробкой переключения передач. Там вариатор, не нужно щелкать передачу, а здесь нужно. Ну, что-то такое вот... А, сидушка от мопеда Карпата советского. Че еще можно даже сказать? Да ты же ничего такого не скажешь. Минусов. А, сцит с еще маслом. Вот, чем минус. Ну, пока не сильно. Я проверяю, в каждый день масло не уходит уровень. Там, 3-4 капли высывает за ночь. Можно сказать, вот так вот. Переднюю вилку не пробивает. Вот, заднюю подвеску пробивает. Из-за того, что амортизатор обычный с Хонды Дио. Блин, ну, со второй встает легко на заднюю. Посмотреть удобно. Ну, блин. Звезды и цепь очень убитые. Переднюю еще пойдет. Задняя звезда и цепь. Это просто кошмар. А так, блядь, ну, типа, ездить можно. А че? Ну, что помнил. Тоже сказал. А с вами был Мотобустер. Всем пока-пока. Всем до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok